Жаркое лето, холодной зимой обещали читинки Вере Лымарь в туристической фирме Atlas Travel. Но вместо солнечных пляжей Таиланда женщине пришлось посетить центральный отдел полиции. Стражам порядка она сообщила, что стала жертвой откровенного мошенничества со стороны руководства небезызвестной в Чите турфирмы. В кассу Atlas Travel женщина внесла полную стоимость путевки и авиабилетов – почти 50 тысяч рублей. Но за пару дней до вылета была поставлена перед неприятным фактом – обещанное лето отменяется. Мы заплатили около 200 тысяч на четверых, но перед отъездом, когда нужно было забирать документы, мы пришли. Нам сказали, что документов нет и денег тоже нет. Почуяв неладная женщина, вызвала полицию. В результате и клиентка, и руководитель фирмы Татьяна Пашкова полдня провели в центральном отделе. Писали заявления и объяснительные. Да, действительно, по обращениям граждан, сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, Управлением МВД России по городу Чите, проводится проверка. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение. А пока обманутые клиенты распаковывают чемоданы, представители оскандалившейся фирмы наоборот – чемоданы пакуют. Из офиса уже вывезена вся мебель, и неприветливые сотрудницы забирают свои последние вещи. При этом никаких объявлений о новом адресе фирмы на дверях офиса нет. А куда фирма приезжает, офис не знает? Без понятия, у нас очень не оповещают. О том, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении хозяйки этой турфирмы, станет ясно в ближайшие дни. Тем временем клиенты Atlas Travel уже вынесли компании свой вердикт. Очень сожалею, что не почитали отзывы и оплатили путевку сразу. Через неделю попросили доплату, а документы о существовании этой доплаты показывать отказываются. Угрожают расторжением договора в одностороннем порядке. И это только один из множества негативных отзывов. Между тем, в ходе проверки фирмы Atlas Travel в прошлом году специалисты Роспотребнадзора выявили ряд нарушений, связанных с включением в клиентские договоры условий, ущемляющих права потребителей.